Жизнь под руководством Бога Бытие, 41 глава, 17 по 36 стих И сказал фараон Иосифу Мне снилось, вот стою я на берегу реки И вот вышли из реки семь коров, тучных плотью И хороших видом, и паслись в тростнике Но вот после них вышли семь коров других Худых, очень дурных видом и тощих плотью Я не видывал во всей земле египетской Таких худых, как они И съели тощие и худые коровы Прежних семь коров тучных И вошли тучные в утробу их Но неприметно было, что они вошли в утробу их Они были так же худы видом, как и сначала И я проснулся Потом снилось мне Вот на одном стебле поднялись Семь колосьев полных и хороших Но вот после них Выросло семь колосьев тонких, тощих И иссушенных восточным ветром И пожрали тощие колосья Семь колосьев хороших Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне И сказал Иосиф фараону Сон фараонов один Что Бог сделает, то он возвестил фараону Семь коров хороших Это семь лет И семь колосьев хороших Это семь лет Сон один И семь коров тощих и худых Вышедших после тех Это семь лет Также и семь колосьев тощих И иссушенных восточным ветром Это семь лет голода Вот почему сказал я фараону Что Бог сделает, то он показал фараону Вот наступает семь лет великого изобилия Во всей земле египетской После них настанут семь лет голода И забудется все то изобилие в земле египетской И истощит голод землю И неприметно будет прежнее изобилие на земле По причине голода Который последует Ибо он будет очень тяжел А что сон повторился фараону дважды Это значит, что сие истинно слово Божие И что вскоре Бог исполнит сие И ныне Да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого И да поставит его над землею египетскою Да повелит фараон поставить над землею надзирателей И собирать в семь лет изобилия Пятую часть земли египетской Пусть они берут всякий хлеб Этих наступающих хороших годов И соберут в городах хлеб Подведение фараонов в пищу И пусть берегут И будет сия пища в запас Для земли на семь лет голода Которые будут в земле египетской Дабы земля не погибла от голода Размышления, часть 1 Спасительная благодать Бытие 41 глава, 17 по 32 стих Бог обращается к фараону, могущественному правителю Египта Чтобы предотвратить несчастье, надвигающееся на целую нацию Благодаря сну и его толкованию у них теперь есть возможность подготовиться к ужасному голоду Который должен прийти через семь лет И это только один из множества примеров, которые мы видим в Писании Как Бог дает целым народам выход из сложной ситуации Самым великим из них является пример Божьей спасительной благодати в Иисусе Христе Точно так же, как египтяне не заслуживали Божьего благоволения Никто из нас не заслуживает спасения, приобретенного для нас на кресте Более того, мы заслуживаем обратного Но Бог по милости Своей через Иисуса Христа Обеспечил нам возможность избежать осуждения Каким образом Бог явил вам свою спасительную благодать? Что мы призваны делать в ответ на Его дар спасения? Размышления, часть 2 Тренировка под руководством Бога Иосиф советует фараону назначить мудрого и проницательного человека Ответственного за подготовку к надвигающейся катастрофе Он перечисляет все, что нужно сделать И фараону становится ясно, что он и есть тот самый человек Зная историю Иосифа, мы понимаем, что все эти годы Бог именно для этого дела его и тренировал Все, что он пережил в жизни, будь то хорошее или плохое Развило в нем мудрость, необходимую для выполнения столь монументальной задачи Как провести целый народ через серьезные испытания Но как в жизни Иосифа, так и в нашей Бог использует Различные испытания и переживания, чтобы сделать из нас людей, способных исполнить его волю На что вы больше полагаетесь? На свои природные способности или навыки, приобретенные с опытом? Какие уроки Бог преподал вам через трудности и испытания? Молитва Господь Бог, благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа За то, что Ты послал Его, чтобы спасти нас от заслуженного осуждения Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть И помоги мне во всем, что бы я ни делал Воздавать славу Тебе во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день Помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео Субтитры создавал DimaTorzok